Ежегодно дорожно-транспортных происшествий в Туэс страдают десятки детей. Только за этот месяц в ДТП пострадали 10 несовершеннолетних. И чтобы напомнить водителям и детям о правилах дорожного движения, госавтоинспекция Кызыла с 25 сентября проводит рейдовые мероприятия. Внимание, на дороге ребенок-пешеход. Далее Чинчи-Самбуга. 25 сентября совершен очередной наезд на пешехода. Установлено, что 41-летний мужчина, управляя транспортным средством, совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по так называемой зебре. В результате ДТП девушка была госпитализирована в республиканскую больницу номер один с тяжелыми травмами. И это не единичный случай за последний месяц. Управлением госавтоинспекции проводятся операции «Внимание, пешеход» с 25 сентября текущего года. Цель данной операции – это пресечение нарушений при проезде пешеходных переходов со стороны водителя, а также недопущение нарушений ПДД самими пешеходами. Транспортные потоки и пешеходные потоки увеличились в городе Кызыле. Наезды, к сожалению, у нас проходят практически ежедневно с разными последствиями. К сожалению, не исключается случай, когда под колеса автомашин попадают дети. С наступлением осеннего периода, в частности школьных уроков, сотрудники госавтоинспекции практически ежедневно регистрируют ДТП с участием пешеходов, в которых большинство с летальным исходом. И чтобы печальная статистика не пополнилась, дорожные полицейские ежедневно проводят рейды. Как не успели? Вы должны сесть в автомобиль, пристегнуться, после этого только включать скорость, снимать с ручника и так далее. Пассажир у вас будет пристегнут. Вы заметили? Вы нет, к сожалению. Это является нарушением правил дорожного движения. Тут нужно работать сообща, в частности это относится к школьникам, говорят инспекторы. На сегодня во всех школах республики детям учат правила дорожного движения. Наглядно рассказывают, где можно переходить в проезжую часть, а где категорически нельзя. Без пешеходного перехода опасно переходить, так как дети очень много машин и много детей. Опасно, что дети будут пробегать туда-сюда. Как показывает практика, пересечение дороги на нерегулируемых пешеходных переходах несет опасность. Как для самих пешеходов, так и для водителей. Поэтому школьников с первого класса учат правильно переходить дорогу. Сначала остановился, посмотрел по сторонам, и если нет машины, можно переходить. Каждый год у нас начинается, у нас учебный год, конечно же, с уроков безопасности. Мы проводим открытые уроки для детей, особенно для младших классов. Старшие, взрослые классы, они уже более-менее в этом уже разбираются. Кроме этого, у нас постоянно проводятся проверки по безопасным маршрутам. Это у нас дом, школа УДО, дом. В каждой школе это требуется. Помимо этого, у нас еще и требуются светоотражающие элементы. Однако на практике не всегда эти навыки могут уберечь детей от нерадивого водителя, который на своем авто может выскочить из-за угла. А иногда сами дети в силу своей невнимательности просто забывают об элементарных правилах поведения на дороге и перебегают проезжую часть в неположенных местах. Отметим, что зачастую сами взрослые становятся плохим примером для детей, переходя дорогу вне пешеходных переходах. Стоит помнить, что каждая сэкономленная минута на перебежке по проезжей части может стоить целой жизни.